Здравствуйте, уважаемые друзья! Это в декабре этого года, 2022-го, если в столетии это 2023-й год, то декабрь 2022-го это съезд судей Российской Федерации. Вот давайте с этого первого события и начнем. Съезд судей. Что это такое, кто будет представлять? Ирина Владимировна, съезд 10-й, всероссийский съезд судей. Тверское правосудие будут представлять, простите, это автология, представители всех уровней судебной власти Верхней Волжья. Это представители мировой юстиции, это представители районного звена, областного, арбитражного суда и военного суда. То есть вот всех, кто есть, представители всех, так скажем, уровней и отраслей будут представлены от Верхней Волжья на этом съезде. Раз в 4 года съезд подобный проводится? Или пандемия тут внесла свои коррективы? Ну, здесь немножко внесла коррективы, это наша санэпид-обстановка, безусловно, потому что планировался съезд в прошлом году еще проводиться. Ну, не получилось. Ну, и кроме того, вот специально есть указ президента Российской Федерации о праздновании столетия Верховного Суда Российской Федерации. Так, Верховный суд до того как, до нашего. Столетия уже в 22-м году? Да, в 22-м году. То есть, возможно, совместится, да, и съезд судей, и здесь же вы будете честливать Верховный суд? Совершенно верно. Ряд мероприятий, да, связанных именно со столетием Верховного Суда Российской Федерации. Интересная программа у вас. А мы уже как следующие в 23-м году. Вы уже посмотрите, как там у них, и программу на новый год. Ну, с подготовкой-то все равно будем заранее вести. Ряд предполагается все-таки событие. Главное, я думаю, главная подготовка – это нормальная, хорошая работа судебной системы. Ну, это да. Суд, вот такой вот съезд, он необходим и с точки зрения корректировки работы. Это ведь законы меняются, да? Ведь это же нужно постоянно, что называется, руку на пульсе держать. Безусловно. Меняются законы. И надо сказать, что изменение законодательства в значительной степени происходит благодаря тому, что Конституцией предусмотрена законодательная инициатива Верховного Суда Российской Федерации. Кто лучше знает те проблемы и видит те тенденции, которые происходят именно в данной ветве власти, судебной власти. И видит те необходимые корректировки для принятия, для их, так сказать, введения в жизнь, как в области материальной, так и процессуального права. Очень многие инициативы именно дали, скажем так, толчок развитию судебной системы дальнейшей, которые уже приняты. И то, что сейчас Верховный Суд вносит в качестве законодательной инициативы, я думаю, это тоже очень важно для того, чтобы стабильно судебная система обеспечивала те государственные интересы, которые она должна обеспечивать своей работой. Я не буду на конкретностях каких-то остановок. У нас, к сожалению, в рамке программы тогда просто не вместимся. Если мы говорим о следующем, о 2023 год, какие планы? Вот и вы в новой должности председателя Тверского областного суда берем 100-летие. Это, безусловно, ряд мероприятий. Что еще? Это и, возможно, строительство новых зданий суда. Это какая работа? Вот так вот. Основные три момента. Ну, по новым зданиям, по материально-технической базе, это больше вопросы у нас к управлению судебного департамента. Кстати, вы теперь вместе находитесь, да, во дворце правосудия на улице Врагина? Да, мы теперь вместе находимся. И, безусловно, это и хорошо, поскольку... Одни вопросы решают. Да. Даже когда приезжают в командировки председатели судов, здесь и вопросы материально-технического обеспечения, и, соответственно, то, что касается взаимодействия с областным судом по организации судебной работы в районных судах. Поэтому здесь попроще, конечно, удобнее людям стало. Вот не ездить по городу, там, с Горького на Дарвина, с Дарвина на Победу. Вот, когда суд был в двух местах, областной, и в третьем месте было в управлении судебного департамента. Ну да, сейчас так сооптимизировано, вот, у меня приходит к одной составляющей. Да, слава богу. Да, хорошо. А что касается планов, самая главная задача, ну, наверное, я повторюсь, может быть, это нормальное, качественное выполнение главной задачи, это правление правосудия всеми звеньями судебной системы, субъекта. Вот, на это мы нацеливаем наших коллег, это всегда предмет и обсуждений. Ну, то, что в совокупности эта работа складывает из многих вещей, понятно. Это и профессиональная учеба, это и организация судебного контроля, это и, скажем так, организация в целом судебной работы, как на уровне судебного участка, мировым судьей, который отвечает за работу и аппарата, и за, соответственно, правильность построения всего процесса. Начиная от приема, как говорится, заявлений, заканчивая уже работой по его реализации судебного решения. Ну, в случае, если это судебные приказы в его направлении, ну, понятно. Вот, и точно так и в районном суде, и в областном суде. Это главная задача. А что касается мероприятий праздничных, я думаю, что у нас тоже получится и показать немножечко свою работу. Я думаю, что мы тоже об этом расскажем, да, и, возможно, расскажем и здесь, и в этой студии, да. Ну, может быть, пока что держим пока в секрете, да. Да, в основном так. Кстати, по-вашему, хватает сейчас вот судей в регионе? И вообще существует ли потолок? Вот должно быть не больше двухсот человек, а вот 201-й это уже лишний. Ну... Я образно. Я понял. Значит, на сегодняшний день в основном у нас судебный корпус по районным судам сформирован. Вот. Ну, вакансии, безусловно, существуют, жизнь идет. То есть люди уходят в отставку, люди переходят на другие должности. То есть это такой процесс постоянный, непрерывный. Но я думаю, что нагрузка, которая существует, ну, она, так скажем, перерабатывается на сегодня. Вот. Ну, и с учетом, вот я уже скажу, что удалось немножко и оптимизацию осуществить, с учетом создания межрадионных судов, когда вот более регулировать немножко проще стало. Вот, да, 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 да. Поэтому будем выполнять то, что положено. Ваш совет жителям региона, возможно, кто-то и прислушается, и подумает лишний раз. Если вдруг человек попал, говорят, от суда, от сумы, от тюрьмы не зарекайте, каждый человек может попасть в суд и быть на той или иной стороне. Ну, здесь я полагаю, все просто. Соблюдение норм закона не приведет ни к суме, ни к тюрьме. Вот. Законопослушность гражданина, наверное, это тот момент, который будет определять у нас и общее социальное состояние, отсутствие социальной напряженности в наших городах, в наших деревнях, вот и в обществе Верхней Волги. Ну, и, безусловно, добросовестное выполнение своих обязанностей каждой. В сущности-то то, к чему привыкли, то, как и нас учили, да? Да, да, да. Живи по совести, да, не нарушай закон. Да, живи по совести, не нарушай закон. Спасибо огромное. Я смотрю просто вот внутренне. Вы оптимист, да, по жизни? Ну, а как? По-другому не получается. По-другому нельзя. Тем более, имея дело с такой огромной махиной, как судебная система региона. Да. Спасибо огромное за то, что приняли участие в нашей программе. Спасибо. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был председатель Тверского областного суда Михаил Петрович Золин. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. До свидания.